МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телекспресс представляет новости нашего города. В студии Ольга Попова. Здравствуйте. И коротко о главных темах выпуска. Светлый праздник Пасхи. Как Ноябрьск отметил главное торжество христиан. Законы юридические и человеческие. Почему, когда первые не соответствуют вторым, нарушителями становятся участники Великой Отечественной войны? Когда на льду жарко. В Омске завершился седьмой международный турнир детских хоккейных командок Кубок Доспромнефти. Начну выпуск самого значимого события выходных дней. Православные отметили главный церковный праздник – Пасху. В ночь в субботу на воскресенье в храме архистратега Божия Михаила прошло торжественное богослужение во славу Воскресения Господня. Самые яркие фрагменты из ноябрьской святыни мы оставили без комментариев. Пасхальный кулич А пасхальный кулич – непростой каравай, в нем таится могучая сила. Вера в Бога Отца и Вселенной Творца в небесах отражают светило. Песня. 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 ПЕСНЯ 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 А днем воскресенья, уже посложившейся традиции, в Ноябрьск доставили Благодатный огонь. Самолетом из Юрсалима российская делегация привезла его в Москву, а уже из аэропорта Внуково в специальных капсулах Благодатный огонь повезли во все уголки России. В Ноябрьск его доставили в половине четвертого дня. Из аэропорта на машине Благодатный огонь провезли сначала по городу, а после доставили на площадь памяти, где его уже ждали горожане. Оттуда крестным ходом верующие прошли в храм Архангела Михаила, и все желающие смогли зажечь свои свечи. К слову, целый год до следующей Пасхи в алтаре храма будет гореть лампада с Благодатным огнем. 1 мая жители Ноябрьска вышли на митинг в честь праздника весны и труда. Его организовало ноябрьское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». Мероприятие получилось торжественным и многолюдным. На митинге присутствовали представители муниципалитета, городских предприятий и организаций, а к ним присоединились и просто прохожие. В этом году на празднование 1 мая в Ноябрьск прибыл и первый заместитель губернатора Ямала Владимир Владимиров. 1 мая – это действительно праздник людей, которые знают, как работать, которые трудятся, которые растят детей, которые живут жизнью. Наша история, история Ямала неразрывно связана с такими людьми. Без сомнения, только люди сильной воли, люди большого энтузиазма, люди, верящие в то, что они делают, смогли в этих бесстраивных артических просторах создать тот комплекс промышленный, который сегодня приносит радость в стране, который дает жизнь нам, демальцам. Почти год на нелегальном положении в Ноябрьске живет 87-летняя участница Великой Отечественной войны. Жизненная ситуация в ее семье сложилась так, что пожилая женщина осталась без документов, которые позволили бы ей стать законным жителем России. Ирина Потехина продолжит. Давайте, будем ездить, давайте, вставайте, давайте. А говорю сразу, что герои нашего сюжета никого, кроме себя, ни в чем не винят и ничего для себя не просят. Они просто живут в той ситуации, которая сложилась, и справляются с ней как могут. А история вот какая. Примерно год назад Галина Александровна Воронина привезла к себе в Ноябрьск свою престарелую маму, Марию Марковну Гонца. Правда, при переезде в Россию с Украины женщины не догадались сделать бабушке загранпаспорт и приехали только с документами незалежной. А уж здесь узнали, что узаконить постоянное нахождение Марии Марковны на основании лишь этих загранбумаг нельзя. Поначалу, когда Марии Марковне еще не было так худо, дочь пыталась оформить вид на жительство. Но для этого, говорит женщина, надо было пройти столько инстанций и получить такое количество справок, причем бабушке лично, что стало понятно, ситуация безнадежна. Но вот представьте, говорит Галина Александровна, в 87 лет Марии Марковне надо документально доказать, что она не состоит на учете у нарколога, что она несудима, сдать анализы на ВИЧ и так далее. В общем, войну бабушка пережила, для защиты Родины поработала, под бомбежками носила снаряды красноармейцам. А на то, чтобы стать законным жителем России, сил уже не осталось. Это же все при союзе было. Так, помогите. Я говорю, исключение может быть, что вот старенькая, я не смогу ее возить. Для всех закон одинаковый. Ну и что? Я и смирилась. Одинаковая так, одинаковая. Теперь я уже ничего не хочу. Кстати, когда дочь еще хотела официально зарегистрировать маму у себя, то не ради каких-либо льгот или пенсии, говорит Галина Александровна, нам хватает и на питание, и на лекарства. А вот если положить бабушку на лечение в больнице, то это дочери пенсионерки уже не под силу. Медпомощь иностранке должна оказываться только за деньги. Хотя до сих пор ни один врач в нашем городе ни разу не взял плату за помощь участницы Великой Отечественной войны. Между тем, с каждым днем бабушке становится все хуже. И все чаще она находится в полузабытии и в каком-то другом времени, где ей очень страшно. И иногда это время войны. Она постоянно кричит. Пришли убивать, пришли меня убивать, закрывать. И вчера просила замок, закрывайте дверь, иначе убьют нас. Бандиты идут, бандиты. Немцы, немцы. Надежды на то, что Мария Марковна поднимется и сможет пройти по инстанциям для оформления документов, ни у кого нет. Между тем, однажды Галине Александровне намекнули, что нелегальное проживание матери чревато штрафами. Я хотела просто узаконить это все, потому что придет участковый. Зачем мне приятности? Сказали, что будут нас штрафовать. Потому что она живет так нелегально. Я сказала, уплотим, мы виноваты. Что же делать-то? В этой истории выходит так, что все соответствует букве закона. Но почему-то всех героев не оставляет чувства, что человеческие законы где-то не сработали. И еще интересная деталь. Галина Александровна обращается к своей матери только на «вы». Люди послевоенного поколения почти все так уважительно обращались к своим родителям и ко всем старшим. А вот некоторые из нынешнего поколения не на словах, на деле. К ветеранам, к старикам все чаще переходят на «ты». Наверное, поэтому и случаются такие истории. Ирина Потехина, Виталий Харченко. Новости нашего города. Трагедия закончилась драка друзей. Утром 3 мая в дежурную часть Ноябрьска поступил звонок от жителей дома номер 9 по улице Цоя. Люди сообщили, что под их окнами один молодой человек жестоко избивает другого. Когда сотрудники полиции прибыли на место, молодые люди уже закончили выяснять отношения на кулаках. И оба находились в машине. Причем один из них был изрядно пьян, а второй уже не дышал. Он скончался от полученных травм. По результатам проверки следственным отделом по городу Ноябрьск было принято решение о возбуждении в отношении виновного лица уголовного дела. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. Это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшего по неосторожности смерть. И в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские Ноябрьска разыскивают человека, который подозревается в краже. По информации оперативника, в 22 апреля мужчина обманул кассира одного из банков Ноябрьска и выманил у него 34 тысячи рублей. На вид разыскиваемому 35-40 лет. Плотного телосложения, рост около 175 сантиметров. Всем, кто что-либо знает о случившемся или о том, где может находиться мужчина, просьба сообщать в дежурную часть по телефону 02-31810. Судебная коллегия по уголовным делам суда Ямала посчитала незаконным оправдательный приговор Ноябрьского городского суда в отношении жителя города, который сбил высокопоставленного сотрудника полиции. В ходе следствия было установлено, что 20 сентября прошлого года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего автомобиля. Под данным сотрудников ДПС, нетрезвый водитель дважды грубо нарушил правила дорожного движения, чем и привлек внимание инспекторов. По требованию он остановился, однако на предложение оформить протокол отреагировал неоднозначно. Нажал на газ и сбил сотрудника ГАИ. Полицейский получил травму плеча. Ноябрьский городской суд оправдал нарушителя, однако сторона обвинения с решением не согласилась. Была подана апелляция в вышестоящую инстанцию, которой принято решение направить дело на повторное судебное рассмотрение. 1 мая на улице Мира водитель Митсубиши Каризма не уступил дорогу Форду Фокус, который от удара оказался в Ливневке. Сотрудники ГИБДД установили, водитель иномарки решил развернуться, однако при совершении маневра не уступил встречному Форд Фокус. Машины столкнулись. От удара Митсубиши развернуло, и авто провалилось в Ливневку. Виновник аварии не пострадал, а вот девушке, которая управляла Фордом, понадобилась медицинская помощь. И буквально через два дня в больницу поступил еще один пострадавший в аварии. На этот раз ДТП случилось на улице Советской. Водитель Деонексия врезался в опору ЛЭП. По его словам, при движении он повредил правое переднее колесо автомобиля и потерял контроль над управлением. Иномарку вынесло на обочину, где она и угодила в столб. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний, 1996 года рождения, который не был пристегнут ремнем безопасности. Подросток был доставлен в центральную городскую больницу. Диагноз – ушиб и ссадия налогной области. Лечение амбулаторное. В воскресенье на загородной трассе перевернулась Нива. Авария произошла в районе 205-го железнодорожного переезда на автодороге Карамовская. Как пояснил водитель Нива инспектором ДПС, он не справился с управлением, и машина перевернулась. Сам он не пострадал, а вот его пассажирка получила многочисленные переломы. Любители двухколесного транспорта открыли сезон. На дорогах города появились спортивные байки, мопеды и велосипеды. В связи с этим сотрудники госавтоинспекции призывают водителей быть внимательнее на дорогах. В прошлом году в Ноябрьске было зарегистрировано 9 ДТП с участием двухколесных транспортных средств. 7 человек получили травмы, двое погибли. Уважаемые участники дорожного движения, госавтоинспекция города Ноябрьска обращает ваше внимание на то, что на дорогах города появились мотоциклисты и несовершеннолетние водители мопедов и велосипедов. В связи с этим будьте внимательны и осторожны. Кроме того, обращаемся к родителям. Приобретая ребенку велосипед или мопед, заранее проинструктируйте его о правилах поведения на дороге и обеспечьте средствами пассивной защиты. И при выявлении нарушений правил дорожного движения водителями двухколесных транспортных средств просьба обращаться в дежурную часть госавтоинспекции города Ноябрьска по телефону 3258-72, по возможности указав примерный маршрут следования. Выпуск продолжит блок спортивных новостей. В минувшие выходные питерский «Зенит» на своем поле разгромил Аланию из Владикавказа. Итоговый счет матча выглядел даже как-то неприлично. Сини-белоголубые отгрузили ворота соперников четыре безответных мяча. Спустя полчаса после начала игры футболист Алании в своей штрафной спалил против очередного прохода «Халка». Арбитр указал на точку, бразилец хладнокровно реализовал пенальти. Во втором тайме «Халк» еще дважды огорчил галкипера гостей, оформив первый в «Зените» хет-трик. Финальную точку поставил Александр Бухаров на 89-й минуте встречи. Следующий матч «Зенит» проведет на домашней арене против Махачкалинского «Анджи». Гонка за чемпионством продолжается. В Омске завершился седьмой международный турнир детских хоккейных команд Кубок «Газпромнефти», который по праву считается лучшим в Европе. Для выявления сильнейших сюда приехали 16 команд из разных регионов России и зарубежья. Пока детские клубы проводили свои последние тренировки перед решающими баталиями, организаторы провели хоккейный турнир среди журналистов. Конечно, на лёд акулам пера выходить не пришлось, зато в настольном аналоге игры страсти кипели нешуточные. Поединки зачастую переходили в овертаймы, ну а победу среди журналистов одержал представитель Москвы, виртуозно владевший игрушечными хоккеистами и имевший в своём арсенале секретный бросок. Мне кажется, в поединке с своим сыном, который занимается хоккеем настоящим, с шайбой на льду, он у меня получается очень от борта так щёлкать в дальний угол. Поэтому вот сегодня я несколько таких шайб забросил. Накануне открытия в арене Омска прошла расширенная пресс-конференция, участники которой особо подчеркнули, что Куба «Газпромнефти» за последние годы вырос в настоящий большой турнир европейского масштаба. У нас детский турнир, сделанный по-взрослому. Вот наше главное отличие от обычных детских турниров, где всё немножко по-детски. Действительно, если не брать во внимание возраст игроков, остальное здесь полностью соответствует международным стандартам взрослых соревнований. Телевидение, медийное освещение, федеральная реклама, свой собственный сайт, своя пресс-служба, мультимедийное шоу, которое вы увидите, судьи КХЛ, хотел сказать, вип-гости, статистика, которая будет вестись. После каждого матча статистика выкладывается на сайте. Возможность, прямая трансляция на телеканале КХЛ. Представитель континентальной хоккейной лиги отметил, что Куба «Газпромнефти» – это своеобразный ориентир для всех остальных. Хорошо, что у нас клубы тратят деньги не только на профессионалов высокого уровня, очень много и денег, и силы, и средств тратятся на развитие детского и молодежного хоккея. И Кубок «Газпромнефти» для нас становится эталоном, образцом, как должен выглядеть детский турнир. Ну а в планах у организаторов построить и открыть в Омске хоккейную академию «Авангард» при самом непосредственном участии компании «Газпромнефть». «Авангард» – это не просто команда высшей лиги, это целая система, где сегодня занято около 5000 ребятишек, начиная с 5 лет. Поэтому для нас вот такой положительный симбиоз взаимодействия бизнеса и власти для сегодня очень значим, и мы готовы поддерживать такие начинания. Наступает время церемонии открытия. Десятитысячная арена Омска заполнена почти до отказа, и, конечно, на всех производит впечатление лазерное шоу с трехмерными композициями и рисованием причудливых фигур. Это настоящая хоккейная сказка для детей на современный лад. А затем приходит черед хоккейных баталий. Мальчишки, несмотря на свой юный возраст, показывают добротный, техничный хоккей. Финал турнира стал почти повторением финала Кубка Гагарина. В нем встретились москвичи и челябинцы, только вместо «Динамо» столицу представлял ЦСКА. Армейцы в итоге и праздновали победу. Трактор второй, а замкнули тройку призеров игроки авангарда. Наш регион на Кубке «Газпромнефти» представляла команда «Ямал», которая, увы, явно уступала своим соперникам и заняла последнее, 16-е место. Мы по делу проиграли, но мы слабее оказались соперника. Во многом, во всех преимуществах слабее их. Будь это нападающие, будь это защитники, будь это уратарь, мы слабее, конечно, команда «Локомотив» города Ярославль. Ну, были моменты, конечно, немножко их было, но, конечно, реализация все равно подводит детей. Во время турнира выяснилось, что в планах у организаторов в рамках хоккейной академии «Авангарда» открыть филиалы в Ноябрьске и других городах нашего региона. Это станет мощным толчком для развития этого вида спорта, а мальчишки получат перспективу, и, возможно, когда-нибудь мы увидим их и во взрослых хоккейных командах. Что касается хоккейной академии «Авангард», да, у нас есть такие планы. Мы эту тему сегодня активно двигаем вместе с губернатором. Сегодня есть идея подписания меморандума. То есть не просто, чтобы мы создали объекты, не просто, чтобы построили, но и сделали так, чтобы максимальное количество детей могло заниматься в этих спортивных сооружениях. Большой детский спортивный праздник завершен, но уже через год все повторится вновь. Только на этот раз в планах компании «Газпромнефть» и «КХЛ» увеличить количество команд до 24 и пригласить несколько сильнейших клубов Европы. Алексей Попов, Артур Кабаневский, Виталий Харченко. Новости нашего города. И последнее. В эти выходные во Дворце культуры и Кинорусь прошел спектакль для детей сотрудников «Газпромнефть» и «Ноябрьснефтегаза». В этот раз на ноябрьскую сцену вышли актеры из Екатеринбурга. Постановку оценил и мой коллега Кирилл Мигель. Итак, у меня в Китае живет бабушка, у нее вот такая рука и вот такой рот. А теперь повернусь и посмотрели на соседа. Какие очаровательные внуки у этой бабушки. Яркая игра, хорошая декорация и костюмы. Словом, посмотреть было на что. Совместная постановка Екатеринбургского камерного театра и Дома актеров из столицы Урфо собрала полный зал. Сюжет большинству знаком. Он построен по мотивам сказки Андерсона «Соловей». Единственное отличие – дополнительный введенный сценаристами персонаж – министр праздников. Именно праздник актеры и подарили ребятам. Такие подарки детям для нефтедобывающего предприятия – дело привычное. Накануне спектакль прошел в Ингапуровском, сегодня порадовали детвору Ноябрьского. Причем часть билетов была передана общественным организациям. Необычные дети Ноябрьска, Ямал, в Ноябрьский детский дом, социальный приют «Гармония» юным спортсменам. Много сказочных героев было. Все прикольно было. Мне понравилось все. Там все интересно. Очень интересный спектакль. Очень много различных для детей было игр. И игры с залом вот эти, они так оживили. Дети были разного возраста. И самое интересное – это то, что для любого возраста детей было забавно и впечатляюще. Вот это шоу, которое происходило на сцене. Спасибо большое актерам. Достойная работа. Впрочем, об этом громче всего говорила реакция детей. Это греет, прежде всего, душу. И от этого хочется играть еще лучше. И действительно, это просто взаимодействие, круговорот психологической энергии с залом. Это обмен с залом, эмоциями, чувствами. Если нет отклика от зала, то ты себя чувствуешь неуютно. Вообще создаются спектакли, работаем мы для зрителей. И, соответственно, должны получить от них тоже какую-то отдачу. То есть мы несем добро, и это добро нам возвращается. Напоследок – фото на памяти с яркими эмоциями на маленькие каникулы. Делиться с друзьями впечатлениями от увиденного, коих было предостаточно. Кирилл Мигель, Александр Иванов. Новости нашего города. И это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Через несколько секунд вы узнаете прогноз погоды на завтра. А я желаю вам всего доброго и до встречи. Партнер программы – магазин «Поти Сан-Тверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. Седьмого мая в Салихарде без осадков. Ветер северный, температура 1 градус выше нуля. У Муравлевка облачно, небольшой дождь. Ветер северный до 7 метров в секунду. Температура 4 градуса тепла. В ноябрьске пасмурно, временами дождь. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура плюс 5 градусов.